...испанский язык, который хорошо знает и любит, это приятно. Вообще, мне кажется, люди, которые соприкасались с романскими языками, потом несут в себе что-то особое долгое время. И очень рано Ирсан заинтересовался машинным переводом, который тогда был последним слева науки, казался новым, и сулил необычайные перспективы. И это из ведущих специалистов по машинному переводу много. С 56-го года Александр Ильич работает в секторе структурной и прикладной лингвистики тогдашнего института языка знания. Вы помните, что именно это начало разных учреждений, связанных со структурной лингвистикой, в том числе и наше отделение, на той же волне возникло. И вот 20 лет, с 56-го по 76-й год, в этом секторе Александр Ильич работал. И эти 20 лет, вот, это, он, желчайший след во всей нашей лингвистике, не было, наверное, фигуры более известной, более авторитетной, более провокативной в то время, чем Игорь Александрович. Неформальный лидер вот тогдашней советской лингвистики, хотя оставался он тогда младшим научным сотрудником. В 76-м году разногласия с советской властью достигли апогея, и Игорь Александрович пришлось эмигрировать. И последующие, ну, примерно 30 лет, он был профессором Монреальского университета. Вот, видите, романские романы «Говорящие страны» сыграли большую роль, и во Франции всегда знали, любили Александровича, но и вот Квебек его приютил. Ну, собственно, вплоть до выхода на пенсию оставался профессором Монреальского университета. И если в первой половине вот Александрович основал модель смысл-текст, теорию смысл-текст, книжка успела выйти на русском языке в 74-м году, первое издание, то вот в последующие годы Монреальский период был очень благотворным в разных отношениях, и, в частности, именно в эти годы был опубликован знаменитый курс общей морфологии, который наши студенты читают сначала на французском языке, потом в его русском переводе. «Пять томов» – тоже одно из фундаментальных достижений Александровича. И множество других книг и статей по теории языка, по семантике и синтаксису. Ну, вот, собственно, вы сейчас увидите. Некоторые говорят, что Александрович совсем не изменился с 56-го года. Примерно таким же и был. Мне трудно судиться, я даже не родился еще в это время, но сколько я помню, да, Александрович, в общем, примерно таким и остается. Вот, я думаю, что вы сейчас это оцените, и вот поймете, с кем мы имели дело в нашей лингвистической молодости. Все, и спасибо, Александрович, вам, наверное, тогда слово, если председатель не имеет других планов наших. Игорь Александрович, микрофон, у вас выключился микрофон. Спасибо. Да, вот сейчас хорошо. Вот сейчас прикинь. Ага, все. Ну что, прямо начнем. Да. Значит, первое, что я бы просил, перебивать меня, если хоть что-то непонятно. Главное достоинство того, что я скажу, если есть достоинство, в том, что все очень логично. То есть, каждая Б вытекает из каждого А. И А, Б, В, В вытекает из Б и так далее. Одно звено потеряно, потеряно все. Поэтому, ради Бога, не стесняясь и не извиняясь, немедленно задавайте вопросы, если что-то не ясно. Значит, первое положение, страница номер один, она перед вами. Все, что я буду говорить дальше, основано на этих трех принципах. Язык рассматривается строго в качестве аппарата для говорения, не для понимания. По моему, по неоглубокому убеждению, лингвистика – это только о говорении, а не о понимании текста. Ибо понимание включает, кроме знания языка, еще огромное количество других инструментов и ресурсов, которые к лингвистике не относятся. Второе, поскольку языковые объекты, такие как фраза, синтаксическая зависимость, парадигма и прочее, физически не существуют. Они имеют место только в силу наших определений. То есть все лингвистические объекты, это в точности как математические объекты, существуют ровно на основе наших определений. Система понятий, на которых держится все рассуждение, это просто первейшая основа лингвистики. Без нее никакой лингвистики нет. И третья, практическая цель всего, что каждый лингвист говорит, это как построить ту единицу, которая нас интересует. То есть, например, если я решил говорить что-то об относительном предложении, то я должен так или иначе указать, написать правила, по каким относительные предложения некоторого данного языка могут быть построены. Что такое правило? Это выражение вида Х, двойная стрелка Y, вертикальная черта условия этого соответствия. Ничто другое не рассматривается. Значит, если вы хотите меня понять, то на то время, что вы меня слушаете, вы обязаны это принять. Совершенно не обязательно с этим соглашаться. Вы абсолютно имеете полное право потом это обсуждать, опровергать, заменить на какие-то другие вещи. Но для нашего взаимопонимания в течение ближайшего часа это необходимо. Значит, если вопросов нет, открывается страница 2. Значит, относительное предложение, само название уже катастрофично. Оно также ужасно, как слова «социализм», «свобода» и много других слов, которые ужасно вредные, потому что они, собственно говоря, ничего не значат. Каким образом этот термин возник, я не знаю, но на самом деле за его введение неплохо бы его автора четвертовать. Это предложение определительное, так же, как все остальные есть дополнительные, неподлежащие, обстоятельственные, а это чистое определительное. Ну, поскольку абсолютно весь мир его называют относительным, и даже русские его так называют, есть большая работа «Холодиловая». Она тут где-то упомянута будет, я думаю. Ну, появится она где-то. Она известна очень. Она на вебе 2014 года. И там тоже оно называется относительным. Поэтому я буду этим термином пользоваться, чтобы, так сказать, не пускать волну. Но это очень зря. Значит, раз мы решили об этом предложении говорить, начать надо с его определения. Затем показать, что существуют вещи, похожие на него, но им не являющиеся, а именно два типа схожести по функции и по форме. И за функциональное, и структуральное. И дальше будет типология относительных предложений, чисто логическая. Как вы потом... А вот ссылка на «Холодилову». Это на вебе ее легко найти. Значит, как вы видите, имеется 540 логически возможных разновидностей относительных предложений. Понятно, почему изучение этого типа предложений так сложно. Очень много разных типов. Ладно, прыгаем на определение. Значит, определение определительного предложения, заметим, что слово «определение» в русском языке безобразно двусмысленно. Оно означает «definition» и оно означает «modifier». Абсолютно между собой два смысла, не имеющие буквально ничего общего. Это амонимы. Но, к сожалению, по-русски вот так устроено, придется пользоваться этим двусмысленным словом. Значит, прежде всего относительное предложение, как я сказал, оно на самом деле определительное. И, следовательно, это частный случай определения в смысле «modifier». И поэтому мы должны начать с определения того, что такое «modifier». Вот это определение, оно выписано. Значит, некоторое выражение называется определением другого выражения. Если и только если семантически это второе выражение зависит от первого, а синтаксически первое зависит от второго. Никакого другого определения «definition» нет и быть не может. Вот что такое определение. И только это. После чего нет проблемы с определением «definition» относительного предложения. Любое предаточное предложение является относительным, если оно является определением некоторой лексической единицы. Важная деталь. Оно должно быть определением лексической единицы. А лексических единиц есть два типа. Лексемы, то есть слова, и идиомы. Никаких других лексических единиц нет, не было и не будет. Примеры. Мысль, что ярче кристалла, утром сверкала. Это стихи моего покойного друга, брата-композитора Альфреда Шнитке. Значит, это определительное предаточное, потому что оно говорит, какая мысль. Это определение слова «мысль». А мысль, что он опоздал, там, мучила его. Это не определительное предложение, потому что оно не является определением слова «мысль», а является дополнением. Такая мысль, что от нее хотелось плакать, тоже не относительное предложение, потому что зависит не от существительного мысля, а от слова «такой». И, следовательно, это дополнение к слову «такой». Все выражение такое, что от нее хотелось плакать, все оно целиком является определением. Но предложение, что от нее хотелось плакать, нет. Так, пункт закончен. Дальше. Вот картинка. Я поленился переводить это все на русский язык, но просто картинка останется с вами, и вы можете ее изучать перед сном или поутру, когда как захотите. Это все, что нужно знать про относительное предложение при одном дополнительном условии, которое я не сформулировал. Известно, что есть два типа определений. Рестриктивное, или, как по-русски это называется, ограничительное, и ограничительное, да, и квалификативное. И, чтобы упростить задачу, сегодня я, и сейчас, я рассматриваю только рестриктивное. Значит, это вот все картинки для возможных рестриктивных определительных предаточных. Что должно быть в семантике, что должно быть в глубинном синтаксисе, и что получается, это два вида рестриктивных предаточных в поверхностном синтаксисе. Ничто, что под это не подходит, предаточным предложением не является. вот здесь просто два примера, чтобы, так сказать, ну, чуть-чуть ощутить, о чем мы будем говорить. Это предаточное предложение, значит, из Еврита, мальчик, о котором я говорил. Чем оно интересно? Это вот здесь слово мальчик. Дальше идет союз что? Что по-русски невозможно. После чего следует предложение, которое в русском смысле является независимым. Я говорил о нем. То есть, если буквально это прочитать по-русски, мальчик, что я о нем говорил. Вот и такие предаточные предложения бывают. Значит, в нем имеется союз, то есть субординатор и местоименная замена. Ну, а это классическое нормальное английского предаточное. Так. Видите, я очень быстро пробегаю по всей технике, чтобы вы имели возможность задавать как можно больше вопросов. Ну, я говорил, что самое главное это как построить. Вот демонстрация построения предаточных. Что должно быть в семантике, чтобы возник вопрос, тут надо строить предаточное предложение. необходимо, чтобы была симантема, машина, которая в синтаксисе превращается в лексическую единицу. Ну, машина это русское слово. Дальше необходимо, чтобы эта симантема зависела, она вот видите, зависит от коммуникативно доминантного узла смысла. Имеется смысл. Кто-то там купил машину, хозяин, который куда-то там уехал. Доминантная единица этого смысла, о чем все высказывание, о покупке. Так вот, машина зависит от доминантного узла. И если при этом эта симантема зависит еще от чего-то, она здесь зависит еще от чего-то, то вот это все что-то в будущем и образует предаточное предложение. Вот что должно быть в семантике и только это, чтобы получилось предаточное предложение. Если это так получается, то вот его соответствие глубинно-синтаксическое. Ну, купить машину превращается в купить машину, а хозяин, который уехал, превращается в поддерево, уехал хозяин машины, и эти две машины кореферентны. Вот что вы тут видите. Ну, как это реализуется на поверхности, это показано, что это вообще легко и, так сказать, не очень интересно. Вот соответствующие правила. Как это делать? Это правило построения предаточных предложений, абсолютно универсальное. После того, что оно написано, больше на эту тему говорить ничего не нужно. Значит, заштриховано то, что затемнено, это так называемый контекст. То есть, та часть правила, которая должна иметь место, чтобы его можно было применить, но она правилом не перерабатывается. То есть, правило участвует только вот пара. И из нее получается вот это. Так вопросов пока нет, то я считаю, что все ясно. Ну, что еще? Теперь вернемся на шаг назад, где были рассматривались разные виды. Значит, когда это правило, которое он продемонстрировал, применяется, разновидности у этого правила различаются они по пяти параметрам. Не четыре, не шесть, а ровно пять. Значит, во-первых, очень важен синтаксический класс хозяина предаточного. Это может быть либо существительный, либо местоимение. На самом деле не совсем так. Замечание в скобках редчайший, хитрейший случай бывает иногда прилагательное. Ну, например, как вот в испанском языке есть именно замечательное выражение, я не знаю, lo enfermos que los son. Это буквально значит больные, какими они являются. Тот факт, что все они больны. Но это редкий очень случай и в стандартной ситуации, потому что если добавить сюда еще и местное и прилагательное, то вы понимаете, это все сильно умножится, будет уже больше тысячи возможностей, неохота. Дальше наличие субординатора в предаточном предложении, то есть что-то вроде что. Ну, да или нет, только две возможности. Дальше наличие относительного местоимения в предаточном предложении. Здесь три возможности. Да, оно есть, это как по-русски. Нет, это как по-вьетнамски. И да, с обязательным коррелятивом. Значит, существует еще некий класс слов, которые вот явно да, но не я придумал это слово, я просто им пользуюсь. Коррелятив. Это по-русски местоимение «то», которое, собственно говоря, очень часто никакого смысла не несет, а добавляется механически. Кто не работает, не ест. Это абсолютно правильное русское высказывание. Но как бы-то более формально, более принято сказать, кто не работает, тот не ест. Это слово «тот» абсолютно ничего не добавляет, оно является подлежащим, тот не ест. Но на самом-то деле подлежащим является группа, кто не работает. Поэтому это дублирование подлежащего, я потом ниже вам продемонстрирую дублирование разных членов предложения ничего не значимыми местоимениями в разных романских, балканских языках, и, конечно, дикое количество таких в разных америнских языках и так далее. Обязательные коррелятивы в предаточном это в языке хинди. Это очень интересно. Там нельзя сказать «человек, которого я встретил», а надо сказать «человек, тот, которого я встретил». Обязательно добавлять пустое слово, как бы местоменное прилагательное, связанное с определяемым существительным, а иначе фраза неправильная. Затем и последнее это наличие образа хозяина в предложении. Вариантов три. Хозяин в своем реальном виде, его дубликат, хозяин заменен местоимением, это как в еврике, и хозяина нет вообще. Это, например, как в японском. Но это я потом покажу. Это дает 36 синтаксических типов предложения. Наверное, какие-то из них невозможные или очень редкие, я не знаю, но, конечно, у меня никакой возможности проверить этого не было. Затем это по чисто синтаксическим признакам. Затем следует характеристика по отношению к морфологическим в кавычках, то есть в широком смысле. К этому относится порядок слов в предложении. И вот, ну, я опустил еще, там есть тонкая разновидность, как реагирует сам хозяин предаточного предложения, какие у него бывают морфологические особенности. Это действительно опять можно, ну, как в теории возмущений, описать все глобально, а потом добавить какие-то маленькие заплаточки. Значит, относительное предложение может быть спереди хозяина, сзади хозяина, сзади подчиняющего и внутри подчиняющего с тремя опять вариантами. Перед хозяином, после хозяина и вокруг хозяина. И, наконец, три возможности у положения относительного местоимения. Ну, вот это то, что вам дает все эти кошмарные 540 логических типов. Вот некоторые примерчики забавные. Пример из японского языка. Здесь в предаточном относительном мест... Начнем по... Я сейчас попробую сделать так, чтобы было видно, да. Синтатистический класс хозяина существительный, это как в русском языке человек. Наличие субординатора, никакого субординатора нет. Наличие относительного местоимения, никакого относительного местоимения нет. Наличие образа хозяина, нету его образа хозяина, и относительного местоимения нет. А что же есть? А ничего. Берется, значит, вот предаточное предложение. Это независимое предложение, которое значит кто-то, не сказано кто, был крайне огорчен, все все были огорчены смертью кого-то. И этот кто-то, вот он тут, это человек, значит, человек, смертью которого все были огорчены, но никакого которого, ничто, никакой замены нет. Просто прямо берешь и приляпываешь. Книга, которую я читаю, я читаю книга и точка, все. А вот другой забавный пример из тагальского языка, когда предаточное предложение, значит, человек, которому дали, который дал ребенку рис, это предаточное предложение, человек, вот он, в разных местах, сзади, спереди и посредине, и вокруг него всеми возможными способами вьется предаточное предложение, которое не имеет ни образа хозяина, ни относительно местоимения. Просто, значит, непонятно, кто дал рис кому-то, а кто отдельно говорится просто независимо. Так, значит, это более или менее все, что я имел сказать про предаточное предложение на первом этапе. Если есть вопросы, давайте, если нет, перехожу ко второму куску, так называемое псевдорелятивное предаточное или псевдоотносительное, не знаю, как сказать. Значит, вопросов нет. А вы, да, вы меня слышите? Да, да, и вопросов нет. Хорошо. Значит, особой популярностью пользуется вот псевдорелятивное предложение, которое по-русски названы безвершинными. Уже сам термин абсолютно абсурдный. Предложение безвершинных быть не может, потому что их не может быть никогда. Любая синтаксическая единица имеет вершину, то есть главное слово. Значит, никак не может быть безвершинного предложения. А что же имеется в виду? Это люди так неловко говорят, но, как сказал, как его зовут автор Чумы, Камю, неправильно называть вещи означает увеличить количество страданий в мире. Гениальное высказывание. Абсолютно гениальное, настолько глубокое, что я его прочитал впервые лет 60 назад, когда роман только появился, восхитился изяществом формулировки, но не подумал, что это настолько серьезно. А это на самом деле невероятно серьезно, потому что 99 рукотворных несчастьй мира происходит из того, что вещи неправильно названы людьми, а люди действуют под влиянием слова, а не под влиянием понимания фактов. Так вот, значит, без вершинных предложений быть не может, а реально есть вот что. Вот стандартный пример. Купи, что там найдешь. Разговорное, но абсолютно нормальное русское высказывание. Вот это псевдопридаточное предложение. Что там найдешь? Как так у него нет вершины? У него есть вершина, его вершина слова найдешь. Там найдешь что? Что это прямое дополнение к найдешь? Там это обстоятельство к найдешь? А все все вместе является не предложением, а именной группой. Просто именная группа имеет очень много разных форм. Это диковатая, но ничего не попишешь. Тем не менее, это именная группа. Или назовите ее как хотите, иначе, если это слово имя смущает. Но это точный эквивалент именной группы, который может быть что там найдешь, тебе не понравится, это может быть подлежащим, и может быть дополнением. Дальше, значит, вот, например, расскажу. Андрей Андреевич, поскольку призывали задавать вопросы, я вот здесь задам. Да, Андрей, ой, а я тебя раньше и не видел, это ты где-то скрывался по темным углам. Да, да, именно там я и был, да. Купи то, что там найдешь, а здесь что вершиной будет? То, это совсем другая конструкция. Совсем другая. Да, конечно, то, что там найдешь, это нормальное предаточное предложение. Дело в том, что в выражении купи, что там найдешь, что это, я не знаю, относительное или вопросительное, косвенно вопросительное местоимение, которое значит вещь. Что ты там нашел, это значит, какую вещь ты там нашел. купить то, что ты там найдешь, это совсем другое что. Это что, которое является заместителем лексемы то. Обратите внимание, что в языках, где эти два разных что различаются, здесь будет различие. By what you find there. и по-английски следующее так сказать нельзя, но если говорить, чтобы было грамматически правильно, by that that you find there. Там надо не what, а that. совсем другое слово, просто по-русски к несчастью нашему два что формально совпадают, не более того. Кстати, купи то, что там найдешь и купи, что там найдешь семантически абсолютно эквивалентны, на мой взгляд. Это значит, что то никакого смысла не добавляет. Это чисто синтаксическая операция, роль которой придание всей фразе менее разговорного характера. Сказать, посылая там кого-то, купи, что там найдешь, естественно сказать так, а если вы пишете книгу, где говорится просим покупать то, что вы там найдете, надо написать то. Значит, то, что вы там найдете, здесь мы имеем в виду относительное предаточное, то есть определительное определение кто. А в купи, что там найдешь, никакого относительного предаточного нет, а есть именная группа, которая содержит, что показывает ее именность, слово что, которое здесь означает такую вещь. Значит, если это расшифровать, купи такую вещь, которую ты там найдешь. В этом что слилось как бы такую вещь, которую из-за этой амальгамы синтаксис разрушился. Но вы понимаете в чем тонкость? синтаксис, конечно, выражает семантику, но очень часто он ее не может выразить как следует. Почему? Потому что синтаксис это линеаризация, а семантика принципиально нелинейна и даже не плоскостна. Это объемное смысл, это объемное образование. Отразить его без потерь и без разрывов и без искажений на плоскости нельзя. Точно так же, как нельзя изложить на плоской карте сферическую поверхность Земли. Все люди твердо знают, что все, что мы видим и привыкли видеть на картах ложь. Земля выглядит не так. И очертания берегов, которые мы видим на картах неправильные. И расстояние, которое мы по карте можем измерить неправильное. Но так нам удобнее, потому что у нас нет другого способа. Мы не можем атласы с собой возить. Амальгама возможна, потому что падежи совпадают. Например, садки тому, кого там найдешь. Это хитро. И тут уже не получается. Да, конечно, конечно. В разных языках дело обстоит по-разному. Конечно, это большое насилие. И разные языки разрешают разную степень этого насилия. Убей, с кем она встречается. Я бы не сказал, что если кто-то так скажет, я бы сказал, что это говорит не русский. Да, я и сам мог бы так ляпнуть. А покажи мне, с кем она встречается. Это почти нормально для меня в разговорной речи. То есть эти все ограничения, это тонкости. Конечно, их надо учитывать, но не обязательно расскажи, про кого видел. Для меня это абсолютно нормально. Это, собственно говоря, мое высказывание. Я его внучке сказал, а ты расскажи, про кого ты видел. и я заметил, что... Игорь, можно спросить? Конечно, ради бога. Да, но верно ли, что те фразы, которые ты только что сказал, не имеют нормальной структуры зависимости? то есть там имеют абсолютно. Видел, от него зависит про, и от про зависит кого. Совершенно нормальная структура. Она ненормальная с нашей привычной точки зрения, но она должна быть такой. Не бывает же, чтобы не было синтаксической структуры? Нет, не бывает, но иногда надо вводить некоторые искусственные узлы, а здесь... Нет, поверхностную структуру никогда не надо, потому что, что такое поверхностная синтаксическая структура? Это набор указаний о том, как линеризовать. Ничего больше. Синтаксис ничем, кроме как, ну, для языков типа русского добавим, а также какие-то морфологические изменения. Но возьмем классический язык с классическим синтаксисом, где, ну, китайский или вьетнамский, где никакой морфологии нет и ничего не путается. Чистая линеризация. Про кого видел, надо линеризовать вот таким образом. Поэтому все это связываем и указываем, как линеризовать все. А видел, значит, видел, зависит от слова расскажу, расскажу, видел. Да, 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 при условии это целое дело. Это правило, которое позволяет такое, говорит, отвидел, должно зависеть вот такое местоимение, конечно. Потому что, кстати, Коля, если ты заглянешь в нашу старую книжку, которая исполняется скоро полчетверть века, там такое предусмотрено среди разных типов nominal phrases предусмотрена и такая. Она потому что себя ведет, но абсолютно в принципе, так же, как любая другая именная группа. В разных языках, с разной свободой нужны какие-то тонкие ограничения, да, конечно, но в принципе никакого фокуса нет. В смысле, все тривиально очень просто. Просто не надо пугаться последствий, нет. На чем все это держится? Какая глубинная идея? Разделять мухи разделять мухи и котлеты. Вы знаете, что такое разделять мухи и котлеты? Может быть, нет. Молодое поколение может и не знать. Да. Значит, в маленькой кухмистерской, тогда это называлось, кухмистерская, человек заказывает котлеты. Ну, она дешевая очень. Ему приносят котлету, и на ней лежат две жирные дохлые мухи. Ну, человеку это не нравится, он подзывает официанта и говорит, что вы мне подаете, вот у вас тут мухи. Официант немедленно становится очень агрессивным, начинает орать. Вы хотите, идите в ресторан, там, платите 10 рублей, пошел отсюда, вон, и чуть не в драку лезет. Человек смущен, да нет, нет, я ничего не имею против ух, я только хочу, чтобы вы мне давали мои мухи и мои очень строго разделять мухи и котлеты. Синтаксис поверхностный ничем другим, кроме как упорядочением, не занимается, точка. И тогда никакой проблемы просто сразу и нет. Обычно при подходе к синтаксису, это то, чем я сам, я прошел через это, когда я начинал все эти работы, значит, почти 50 лет назад, уже теперь даже больше, ой, кошмар, я тоже пытался сделать так, чтобы синтаксические отношения были как-то связаны со смыслом. Это была глубочайшая ошибка, этого не нужно. Синтаксис прямо к смыслу отношения не имеет. Синтаксис занимается упорядочением, а упорядоченная цепочка определенных лексем с определенными свойствами уже целиком отражает какой-то смысл, конечно. Вот, значит, вот в примере 2 на этой страничке прекрасно показано, что на самом деле это тот вставляется сколько угодно, когда угодно, и так же легко выбрасывается. Но опять, не в каждом языке с одинаковой легкостью и не всегда. Это целое дело, когда можно выбрасывать, а когда нельзя. действительно должны совпадать падежи, там иногда, как в других случаях нельзя, чтобы был предлог, ну и так далее. Тысячи тонких ограничений. Поэтому это тот, это пустое слово, которое вообще ничего никогда не значит, но оно способно менять синтаксическую структуру, потому что кто не запишется, кто не запишется, это не предложение, а именная группа, а тот, кто не запишется, это тот с предаточным. Но это изменение поверхностно-синтаксической структуры на смысле, в чистом, строгом смысле слова никак не отражается, а выражает лишь стилистическую окраску. Тот, кто не запишется, более формально, чем кто не запишется. Дальше я просто привел некоторое количество примеров, где показано, что дублирование разных членов предложения встречается в других языках, очень распространено, где-то совершенно, например, по-испански вот эти все, ле, которое значит ему, ему я дам яблоко Хуану, и это смешно, ему или ей, ну, по-испански суп женского рода, ему я бросил воду в суп, то есть я в суп добавил воды. Эти дубликаты обязательны, без них фраза неправильна. По-французски бывает тоже дубликат, но в вопросительном предложении, и только для подлежащего. По-английски бывает, но только для подлежащего и при определенных конструкциях. В болгарском языке это не обязательно, но при разной интонации, при разной коммуникативной организации фразы, это я, которая значит ее, книга, никто ее не видел. Обратите внимание, что в болгарске отрицание предшествует критикам, это редкая ситуация почему-то, я не знаю исторического объяснения этого дела. Ну вот, это, так сказать, все основное, что я хотел сказать. Все дальше вопросы и подробности. Ну вот, так сказать, Субтитры сделал DimaTorzok